Какой ребенок не мечтает с родителями, особенно с отцом, сходить в поход, поставить палатку, посидеть у костра, сплавиться по реке. И такая возможность нашлась. Общественная организация КАСТА совместно с Советом отцов Приглавейский Тимского района разработала проект и выиграла грант Регионального Министерства Труда и Социального Развития. Реализовать проект в поход с отцом удалось в первые выходные лета. Около полусотни участников. Это дети с отцами. Присутствие матерей тоже поощряется. Родители здесь представляют разные сферы района. Сельское хозяйство, промышленное, спорт, образование. Но сегодня они в первую очередь папы и мамы. С семьей, с сыном, с женой приехали пославляться, интересно посмотреть. Первый раз интерес. И сыну захотелось очень. Чтобы они увидели. Ведь многие просто не видели вот это всего. Увидели, что у нас есть на территории района. Чтобы вместе все как-то еще перезнакомились между собой. Чтобы дети с родителями попали в нестандартную ситуацию. Ну и каким-то образом вот это все отразилось на обычной жизни, обыденной, скажем так. В водный поход многие отправляются впервые. В новинку все. Спасательные жилеты, рафты. Куда деть ноги, как верно взять весло. На помощь придет инструктор. Он же рулевой судно. У нас есть команда «Ходж». Это значит все гребут. Все гребут. Не заморачиваются. Куда, как. Просто гребут и все. А рулевой он выправляет судно. Направляет. Есть команда «Табань». Это значит гребете не вперед, а назад. Все команды опробуют по ходу. А помнится некогда. Участников сразу встречают пороги у Гордовского моста. Вот оно, настоящее приключение. Брызги воды заряжают адреналином. Плечо отца прогонит любой страх. Очень хороший порог. Очень интересно прошли его. Эмоции. На Катуни мы сплавлялись не один раз. Ну а по Берди так получилось, что ни разу захотели. С желанием приехали. Ну правда погода перед этим вроде как обещали холодную. Маленько сомнения были, честно говоря. Но сегодня прекрасный день. 14 километров ходного пути. По расчетам сплав займет часа 4. Места вокруг живописные. Тишина и благодать. Но если вдруг наскучит природа, можно пошалить. Так, на правый раф наезжаем. В первый раз вот так вот прям едем. Мне очень нравится с папой. Очень весело. Особенно нравится, когда мы сейчас сплавляемся. Это прям особенно интересно, что можно даже попробовать самим погребсти. Настоящим героем похода становится Гордей Анохин. Здесь он с дедом, но идет самостоятельно. Впервые правит одноместной байдаркой. Мечта 11-летнего парнишки сбылась. Я вообще всегда хотел один пойти. Мне нравится это хобби мое. Когда ты один гребешь, тебе сложно, потому что лодку сдувает назад, а ты по течению идешь напротив. Может вообще лодка улететь. Бывало и такое. А из плюсов то, что тебе нравится, когда ты один, ты забываешь о всем, просто лежишь и смотришь на небо, когда есть время. По ходу сплава небольшие стоянки. Но главная цель излучена под старым эскетимом. Там разбит лагерь. Ход! 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 Хорошо! Рафты финишируют один за другим. Все добрались благополучно. Ай, молодец! Красавчик! На берегу можно согреться и обсохнуть. Пока слил ветерок, настроение не испортит. К тому же путников встречают горячим борщом. Только успевай подставлять тарелки. Проголодавшиеся участники хорошо подкрепятся. А дальше нужно позаботиться о будущем ночлеге. Поставить палатку своими руками. То, что запомнится каждому сорванцу. Тихо, 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 смотри. Натягивай нормально. Вечер на суше обещают быть не менее насыщенным. Спортивные туристские состязания, конкурсы, веселые старты. Будет где показать ловкость и научиться новому. А после – посиделки вечернего костра и ночевка. Воспоминания о лете – это про нынешний поход с отцом. Продолжение следует...